Всем доброго времени суток! В этом видео вы увидите весь процесс укладки плитки в душевой кабинке под паркет. Длина керамогранита 900 мм, ширина 20 мм. Толщина плитки 12 мм, довольно таки толстая. Клей будем наносить на плитку, гребенкой 10 мм. Такой способ улучшает качество и ускоряет работу. Перед укладкой стен проходим гидроизоляцией. В моем случае это боларс. Он идет для бассейнов. Гидроизоляцию наносим в два слоя. И на следующий день приступаем к укладке, эмитируя паркет. Ну очень необычный получается дизайн. Для такой плитки лучше всего подходит плиткорез DLT Optima. Так как у него очень мощное ребро жесткости. Кстати, у меня на канале уже есть обзор на этот плиткорез. И я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Далее приступаем к укладке напольной плитки. Размер которой составляет 1200 на 600 мм. В конце я еще покажу необычный способ затирки. И чем заменить латекс, если у вас его нет в вашем городе. Так что смотрим до конца. Продолжение следует... плиткорез справляется даже вот с такой вот сложной работой что очень сильно меня удивило ведь этот плиткорез из бюджетного сегмента отработал лучше любого профессионального плиткореза после того как нарезали всю подрезку убираем ее с поддона и начинаем укладывать и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее заготавливаем подрезки и кладем откосы для инсталляции. Продолжение следует... Далее произведем облицовку бордюр. Продолжение следует... После облицовки душевой кабинки приступаем к затирке. И как я уже говорил, у нас здесь будет столь необычный способ. Итак, как мы не нашли латекса, затирать будем грунтовкой. Разбавляем грунтовку с водой 50 на 50. Это обязательно, иначе не получится. Тщательно перемешиваем, далее приступаем к затирке. Этот раствор также отталкивает воду и грязь. Швы получаются равномерные, красивые и качественные. Это из-за того, что затирка получается эластичная. Я для себя сравнил, что раствор на грунтовке работает так же, как и на латексе. Да, вот еще, смывать нужно сразу же, после того, как нанесете. Так легче смыть его с плитки. Единственный недостаток этой затирки, что она немного проседает. И после того, как она полностью высохнет, надо наносить второй слой. Только в этом случае швы будут идеальными. Друзья, если информация была полезна, то ставим пальцы вверх. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.